Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок математики. Сегодня на уроке мы познакомимся с новым действием, которое поможет вам быстро и легко находить значение выражений. Тема нашего урока – умножение. Также узнаем, как называются компоненты умножения и что каждая из них означает. Итак, начнем. На рисунке три божьих коровки. Посчитаем, сколько всего лапок у трех божьих коровок. У каждой коровки по шесть лапок. Всего у трех коровок шесть плюс шесть плюс шесть. Чтобы сосчитать, берем три раза по шесть. Обратите внимание, какие слагаемые в этой сумме. Верно, одинаковые. Вычисляем результат. Шесть плюс шесть – двенадцать. Двенадцать плюс шесть – восемнадцать. На рисунке четыре щенка. У каждого щенка по четыре лапы. Всего у четырех щенков четыре. Плюс четыре. Плюс четыре. Плюс четыре. Чтобы сосчитать, берем четыре раза по четыре. Какие слагаемые были в этой сумме? Совершенно правильно. Тоже одинаковые. Вычислим. Четыре плюс четыре – восемь. Восемь плюс четыре – двенадцать. Двенадцать плюс четыре – шестнадцать. А вот и милые птенцы. Сосчитаем их лапки. Шесть птенцов. У каждого птенца по две лапки. Всего у шести птенцов два. Плюс два. Плюс два. Плюс два. Плюс два. Чтобы сосчитать, мы берем шесть раз по два. Проверим. А в этой сумме какие были слагаемые? Вы не ошиблись. Тоже одинаковые. Результатом данной суммы будет число двенадцать. Ребята, чем больше одинаковых слагаемых, тем сложнее читать эти суммы привычным образом, тем длиннее пример и дольше вычисления. Поэтому для удобства записи сложения одинаковых слагаемых и соответствующих вычислений люди придумали новое действие и назвали его умножением. Суммы одинаковых слагаемых можно записать и прочитать кратко. Два плюс два. Плюс два. Плюс два. Плюс два. И плюс два. Можно записать кратко. Шесть умножить на два. Или шестью два. Обратите внимание, знак умножения похож на перевернутый плюс. А теперь, ребята, запомните. Сложение одинаковых слагаемых называется умножением. Числа при умножении или компоненты называются множитель, множитель произведения. Первый множитель указывает, сколько одинаковых слагаемых, а второй – множитель. И есть то самое слагаемое, которое повторяется. Двенадцать – это произведение чисел. В нашей записи шесть – это множитель. Он указывает, сколько раз мы прибавляем по два. Проверим, как мы усвоили наши знания. Данные суммы одинаковых слагаемых можно заменить действием умножения. Рассмотрим первую сумму. В ней два раза повторяется число два. Вначале вычислим данную сумму. Два плюс два – четыре. Теперь, используя правило, мы заменяем сумму одинаковых слагаемых умножением. Два раза взять по два. Получаем запись. Два умножить на два. В следующей сумме – три плюс три. Результат равен шести. Мы замечаем, что в ней два раза повторяется число три. Два раза взяли по три. Получается два умножить на три. Напоминаю, два – это первый множитель. Он указывает, сколько одинаковых слагаемых. А три – это второй множитель. Оно и есть наше слагаемое. Продолжим наше рассуждение. Сумма четыре плюс четыре плюс четыре. Четыре плюс четыре – восемь. Восемь плюс четыре равно двенадцать. Три раза в этой сумме повторяется число четыре. Три раза взяли по четыре. Значит, три умножить на четыре будет двенадцать. Проговорим еще раз. Три – это первый множитель. Он указывает, сколько одинаковых слагаемых. А четыре – это второй множитель. Оно и есть наше слагаемое. Последнее выражение. Читаем. Пять плюс пять плюс пять плюс пять. Какие это слагаемые? Верно, одинаковые. Заменим сумму одинаковых слагаемых умножением. Конечно, это четыре умножить на пять. Четыре раза взяли по пять. Вычислим ее. Пять плюс пять – десять. Десять плюс пять – пятнадцать. А пятнадцать плюс пять – двадцать. Ребят, перед вами новый столбик примеров. И новое задание. Нужно вычислить данные произведения. Для этого необходимо произведение заменить сложением одинаковых слагаемых. Напоминаю. Первый множитель указывает, сколько одинаковых слагаемых. А второй множитель и есть то самое слагаемое, которое повторяется. Наше первое произведение – четыре умножить на три. Значит, четыре раза мы должны взять число три. Получается запись. Три плюс три плюс три плюс три плюс три. Вычисляем. Три плюс три – шесть. Шесть плюс три – девять. Девять плюс три – двенадцать. Результат равен двенадцати. Значит, и четыре умножить на три будет двенадцать. Второе произведение – два умножить на девять. Используем те же знания. А именно, первый множитель указывает, сколько одинаковых слагаемых. А второй множитель и есть то самое слагаемое, которое повторяется. Получаем запись девять плюс девять. Результат равен восемнадцати. Значит, и два умножить на девять – восемнадцать. Третье произведение выполняем с вами уже более уверенно. Шесть умножить на четыре. Это значит, берем шесть раз по четыре. То есть четыре плюс четыре плюс четыре плюс четыре плюс четыре плюс четыре плюс четыре. Конечно, вычислять мы будем долго, Но это нужно сделать. 4 плюс 4 – 8. 8 плюс 4 – 12. 12 плюс 4 – 16. 16 плюс 4 – 20. И только 20 плюс 4 – 24. Значит, 6 и 4 – 24. Я уверена, что произведение 7 умножить на 10 вы сможете умножить без моей помощи. Проверим. Молодцы! Вы правы. 7 умножить на 10 – это 10 плюс 10, плюс 10, плюс 10, плюс 10 и плюс 10 – 7 раз. Значит, это произведение равно 70. В завершение урока хочу с вами поиграть. Давайте найдем спрятанное число. Рассуждаем так. 4 раза взяли число 7. Значит, запись должна быть 4 умножить на 7. Спрятанное число – это сколько раз мы взяли по 7? Да, это число 4. Вторая строчка. 8 плюс 8 плюс 8. 3 умножить. 3 умножить. 3 умножить, а вот второй множитель – пока у нас цветочек. Давайте рассуждать. Взяли 3 раза по 8. Множитель 3 показывает, сколько раз взяли слагаемое. Значит, за цветочком прячется то самое слагаемое, которое мы повторяли. И это… И это… Да, это 8. Теперь узнаем, какое число прячется за грибочками. Подсказка прячется в выражении 2 умножить на 6. Нам нужно 2 раза взять число 6. Делаем вывод. Наши грибочки – это и есть число 6. Выражение с желудями очень интересное. Размышляем вместе. Первый множитель указывает, сколько раз повторяется слагаемое. Второй множитель указывает, какое слагаемое повторяется. Справа от знака равно. Мы видим слагаемое 9. Значит, за желудем прячется число 9. Проверим? Конечно, все верно. В завершение нашего урока, ребят, я предлагаю вам оценить себя. Выберите для себя рисунок. Если у вас все получалось и все задания вы выполнили верно, вы берете для себя солнышко. Если вам было немножко нелегко, но сейчас все понятно, берите ромашку. Если остались у вас вопросы, я советую вам посмотреть урок еще раз. Ребят, вы хорошо поработали. Вы узнали новое действие, которое в дальнейшем вам очень пригодится. Спасибо за сотрудничество. Желаю вам успеха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok